Неистовый русский потлощ. Какое отношение к нему имеет аварийное выведение из эксплуатации системы теплоснабжения? Как я нарисовал, как система теплоснабжения города Твери будет выводиться аварийно из эксплуатации, то же самое ждет в пределах от 3 до 5 лет все остальные областные города, то есть региональные столицы, за исключением, пожалуй, Москвы и, возможно, Питера. Но не исключено и такие испытания не минует и ленинградцев. У меня простейшая модель. Принял я ее, позаимствовал из книги Жоржа Батая «Проклятая часть», из его главы, объясняющей феномен ломоизма. Жорж Батай утверждает, что избыточный продукт рождает ярость. Эта ярость может разрядиться или во вненаправленном насилии, в том случае, если вненаправленному насилию будет поставлен некий предел, вот некий социум, в котором накапливается избыточный продукт, и в силу его наличия... Ну, и у Жоржа Батая еще есть какие-то примеры мифологического ломоизма? Потому что то, что он там пользуется, это просто легенда, не больше ничего. Что-то какие-то завоевали... Не надо что-то отталкиваться, да? Ну, понятно. Я отталкиваюсь от этого. Так ли это? Не, я, я не знаю. Ситуация, которая похожа на литературный вымысел. Ну, вполне возможно. Вот. Таким образом, присутствующая в социуме избыточный продукт рождает ярость. Эта ярость разряжается или во вненаправленном насилии, в том случае, когда ему положен предел, этому вненаправленному насилию, ярость обращается внутрь общества. Объясняется, что природа и ярость, или любой избыточный продукт по определению рождает ярость? По определению рождает ярость, да. Ну, он тоже спорный очень. Спорно, потому что еще и развитие есть. Избыточный продукт можно направить на развитие. Можно, да. Можно, не обязательно. Но всякое ли общество обладает способностью к развитию. То есть, если есть избыточный продукт, и он не направляется на развитие, то есть, на восхождение форм, всевозможное. Тогда на роскошь он направляется. Да, тогда на роскошь, да. На роскошь. Роскошь. Ну, вот, роскошь – это как раз потлощ. Да почему роскошь-потлощ? Не роскошь, не потлощ. Это роскошь. Роскошь – это бесполезная трата. Но не обязательно. Все-таки, когда подлощи... К роскоши относятся... Это было конкретно. Люди брали и уничтожали шумы, меха, лодки. Согласны. Просто уничтожали. Любое. Когда Обрамович или Янукович покупает золотой батон, он не осуществляет подлощи. Надо понимать. Он покупает золотой батон. Он совершает трату. Трату он совершает. Трата – это бесполезная. Трата – это бесполезная. У меня это одно-другое. Это еще не понятно. От формы на другую. Это непонятно, что он совершает и трату какую-то. Может, от того, что он сейчас полагает. Ну, любой человек вообще совершает трату. Когда я покупаю 3 килограмма картошки, я тоже трату совершаю. Хотя, может быть, и... Это трата полезная? Полезная. А что думаешь? А думаешь, что Челси, Обрамович, не радуется победам Челси, всерьез? Не создает, так сказать, удовольствие другим людям? Не, ну, здесь интереснее. Не приходил бы, не смотрел на свой золотой батон и не радился этому. Интересен тут как раз золотой батон. Он простой уголовник поимел золотой батон. Он поднялся до вершины всего, что можно, может быть. У него не то, что как зяки сидели в тюрьме. Давайте, знаете, возьмем за основу эту гипотезу по подлощи, чтобы оно вообще невозможно. Попробуем из этого выводы сделать. Ну, надо, понимаешь, что это... Мы сейчас просто оспариваем подлощь, но не подлощь. Да. Допустим, такое и есть явление, как подлощь. Да. Надо понять, если есть это явление, как подлощь, оно такое и есть, правильно. Теперь осталось понять, насколько оно правильно характеризуется, как трата. Казар, кажется, нет. Не любая трата подлощи. Подлощь есть специфическая... Подлощь это трата, но не любая трата подлощи. Поэтому надо разобраться. Я категорически отказываю считать, что покупка Челси и покупка золотого батона является подлощем. Не является подлощем. Подлощем это являлось бы, Вова Промович. Вышел бы на площадь и купил бы всем по квартирам, или просто бы торжественно сжегся в дикю. Или вот это был бы подлощь. А когда человек покупает Челси, футболистов, золотой батон и что-то еще подлощем, это не является. И даже, кстати, если бы он сжёг свои деньги, это не означает, что в системе финансов стало бы меньше денег, они стали бы дороже. Ну, непонятно. А вот если бы в этой финансовой системе? Относительно самого Промовича. Вот это торжественно. Подложь не является относительно конкретного человека, а подложь является относительно некой системы. Социума, конечно. Нет, конечно. Индивидуальная форма подложь – это алкоголизм. Уничтожение что-то. Поэтому сжигание денег – это не подожди. Если есть алкоголизм, опять-таки, подложь надо отличить от самоуничтожения. Самоуничтожение – это и есть. Самоубийство является подложь. Самоубийство не является подложь. Тоже надо твердо понимать. Всякого рода трата – это бесполезная трата. Это подложь. Да нет. Вот если бы мы закопали технологию производства ракет – это подложь. Тожественно. Да. Собрали бы все ракеты и технологии их изготовления. Собрали бы всех ничьих и голодающих на площади. И закопали в землю. Да. И вы их закопали в землю. А еще лучше – хлеб бы собрали перед ними и сожгли. Вот это был бы подложь. Настоящий. То есть главное, чтобы было бесполезно. Не обязательно. У тебя так получается. Не обязательно. Надо для других сделать вид, что мы сжигаем нечто, что другим недостаточно. Давайте все-таки подложь – это некого рода двойное отношение, а не просто действие. Подложь совершается, а после этого совершается какое-то другое действие. А не так, что это не один акт. Какая-то д среда. Должно быть понимание с другой стороны, что то, что совершается, является определенного рода как бы он. Ну ладно, поехали дальше. Ну да. Нужно быть понимание с другой стороны. Говорю, если с другого стороны нет понимания, то это обязательно. Да, обязательно. Потому что другая сторона luego должна, еще ее приглашают в помощь, и она должна еще больше подложить. Он три лодки уничтожил, они через горы возникают, его по существу четыре уничтожают, а потом пять. Почему хочется думать, что то, что происходит – подлощ? Потому что только это дает нам благоприятный исход. Ну, это не подлощ. Ну, как вот можно говорить? Давайте поверим, поверим. И ситуация, я еще раз повторяю. Давайте поверим. Ситуация. Парню досталось от умершей бабушки комната в коммуналке. Он ее продает и покупает себе Porsche Cayenne. Бывает это подлощем. А потом на этом Porsche Cayenne разгоняется и в стену. Ну, не специально. Нет, если он, пример, если он... А если специально? Если он использует автомобиль для... Россия вот этим занималась. Если он использует автомобиль для доставки грузов со склада в какой-то дворек свой, Ну, наверное, это не будет подлощем. А если он использует Porsche Cayenne для того, да... Да, вот неважно, как он использует Porsche Cayenne. Нет, если он его использует для прогулок автомобильных по окрестностям Санкт-Петербург, то это будет трата бесполезная. Ну, подлощем это не будет ни в коем случае. Это не подлощем, да. Это не подлощем. Это не подлощем. Но это так описывается. Россия этим и занималась. Брали бабушкину там... Бабушкину комнату в коммуналке. Мы продавали ее вместе с бабушкой. И покупали себе Porsche Cayenne. И на нем растекали этот вперед. Вот этим занимался. Ну, погодите. Вот, давайте. Значит, я избрал для... Попытки описания происходящего в России. Модель, предложенную Жоржем Батаем в голове, описывающей феномен... Вернее, предлагающей осмысление феномена вомоизма. Положение. Значит, Жорж Батаем говорит, утверждает, что избыточный продукт, накапливающийся в социуме, рождает ярость. Эта ярость неизбежно разряжается во вненаправленном насилии, в случае, если она встречает препятствия внешне, это вненаправленное насилие обращается внутрь. И вот ровно в тот момент, когда это вненаправленное насилие обращается вовнутрь, меняет свой знак, у общества остаются только 2 возможности. Это значит, первое, это гражданская война, в ходе ведения которой весь избыточный продукт будет уничтожен. Ну и с некоторыми человеческими жертвами, иногда значительными. И второй вариант, это бесполезная трата или потлощь. То есть, вось в племени устраивает трату, этот избыточный продукт уничтожается, а проводящим этот ритуал достается слава. Все люди более-менее целы в результате проведения этого ритуала потлоща, а избыточный продукт уничтожается, а взамен появляется у нас слава. Вот таким вот образом. Сейчас можно рассмотреть, вот как. В 1991 году, когда развалился СССР, нашим, вернее даже это раньше было, экспансией СССР был положен предел, по всей видимости, наличием у американцев, в том числе и у нас, ядерного оружия. То есть мир был поделен, дальше, советское общество не развивалось, на отсутствующее развитие, естественно, нельзя было потратить, накапливающийся избыточный продукт значительный, и поэтому, будучи ограниченными американской мощью, причем не превосходящей русскую мощь, у СССР, к его завершению, в конце, было тоже только два исхода, или уничтожить этот избыточный продукт, в гражданской войне, с несчастливыми жертвами, поскольку у этого избыточного продукта накоплено огромное количество, или устроить потлощь. Ну, если не нравится термин потлощь, давайте тогда бесполезную трактуру. Чему у нас было? А не американцы? По-моему, на американцы было значительно больше. Значительно больше, а чем мы имеем? Но тем не менее, они не стали его уничтожать. Это наша стратегия. В 89-й год, падение берлинской стены, включение в орбиту западного влияния Германии, Чехии, ну и так далее. То есть, США продолжали расширяться, вот и все. Нет, просто мы их пригласили на потлощь, теперь они должны отдавиться. Да, да, вот о чем я говорю. Это стратегия наша по отношению к более сильному противнику. Я не говорю вопрос, почему мы начали потлощь? Вы объясняли. Они более сильные противники. Мы как бы показали, а можете вы потратить, как мы? Вот добыть вы более сильные, а потратить? Можете? То есть, это как бы меряйте с ними, понимаешь? Мы вот теперь все спустили, а теперь они должны спустили. Не, ну и для... Если хотят быть такими же неуспешными, как вы. Да. То есть, мы хотим добиться славы через потлощь. Они добились славы через другой механизм. А мы хотим добиться славы через потлощь. А ты думаешь, что это? Предлагаем потлощь, мы меняем его только на славу. Нет, как-то ничего нету. У нас альтернатива. Для чего потлощь делает? Гражданская война? Первая, гражданская война. Вторая, потлощь. Я еще раз говорю, что это не потлощь? Вот у нас развилка. Я не говорю про это, я говорю про то, для чего потлощь создается. Для того, чтобы поменять материальные ценности на нематериальный актив в виде славы и так далее. Я еще раз говорю, мы сейчас, с точки зрения того, что вы говорите, предлагаем американцам потлощь не для того, чтобы уничтожить, а для того, чтобы поменять материальные ценности, которые у нас есть еще на этот момент, возможно, поменять на славу. Да неправильное слово слава. Ну, например, все винования. Ну, на что бы? Подожди, подожди, подожди. Не в этом, это просто неправильный хороший стиль. В соревнованиях, кто-то первый, кто-то второй. Вот они первые по организации производства материальной ценности. А мы первые по тому, что это тратим. А вы можете так же, вот мы теперь вызов бросаем, как соль и нормальный. Я понимаю, для чего? Потому что, чтобы быть первыми. Так я и говорю, это слава. Это не слава. Слава, это не слава. Нет, речь идет о неких этих... Вы игры, понимаешь? Мне речь идет о неких активах поведения. Я понимаю, что мы хотим поменять материальные ценности, поменять на нематериальные активы. Поменять, это точно такая же, как бы, из потребительской психологии. Одно на другое менять, это опять же польза. Слава, получить славу, это такая же польза. Ну, купите славу. Да не славу, я еще раз говорю. Пускай слово слава тебе не нравится. Поменять на нематериальный актив. Нет, никакого актива. Мы просто прошли. Мы первые. Это и есть нематериальный актив. Мы первые в космосе. Мы первые ядерную бомбу сделаем, там еще что-то. Мы первые. Это же есть активный материальный. Это никакой неактив. А что это? Это просто как бы вот мы... А что это просто так? Если это просто так, ни к чему не обязывающее, то зачем нам это делать? Два спортсмена бегут один... Для чего? Чтобы одному придали медальку. Чтобы он оказался, что я такой крутой. Это ты так думаешь? Чтобы остальные его знали. Да нет. Да. Если никто не будет analysен по тому, что он кого-то обогнал, он этого делать не будет. Не будет, не будет. Правда? Им вершину покорять нехорошо чтобы везде сообщить, что ты покорил вершину! Для этого приходят и другие, другим говорят девятия покоряются в нем. А просто потому что есть вершина... Прिас есть вершиной, потому что ты бежишь, да. Ты бегаешь с собой коммерцию. Это для себя это создает. А обездация для себя создает. Если мы создаем для себя... ...мам вот залжавых труб никогда не дойдем. Если мы используем это только для того, чтобы самим себе доказать, что мы можем потратить Нет, не только для этого А если мы тратим для того, чтобы показать другим, значит мы меняем один материальный актив на другой нематериальный Ну ладно, фокуснем, пускай так будет Решим, мы лезем для того, чтобы доказать себе А здесь мы делаем для того, чтобы доказать другим Если мы делаем для того, чтобы доказать себе, то на другой макфор Значит, третий раз по кругу ходить Я просто следующее чувствую, что надо выйти из круга пользы Суть-то как раз подлощи стыд, потому что он вне обмена, вне пользы. Понимаешь, как бы суть его, если иначе его понимать, то это вот, тогда подлощи там... Да-да, возьми, возьми, открою интернет, почитай, что это такое. Хорошо, я почитаю. Ну, так я тебе говорю, что это не так. Ну, по-твоему, не так. Ну, по-твоему, а я говорю, что не так. Хорошо, не так. Ладно, ладно, поехали. Есть истина, да, ты ее знаешь, мы с нами. Такой специальный тезис, что когда гости приглашаются на этот самый подлощ, они не имеют права отказаться. А если они пришли, то до завершения подлоща они не могут его покинуть. И у них это чревато в архетипическом сознании всевозможными бедами. То есть с этой точки зрения мы как бы побеждаем Америку и весь другой мир тем, что устраиваем свой громадный подлощ, доводя свои трубы, свою инфраструктуру и вообще все что угодно до полного состояния неименяемости. Теперь они, будущие людьми нормальными, должны перед нами отдариться. То есть пригласить на свой праздник, дать нам много-много-много всякого-всякого-всякой еды, скажем, или что-нибудь еще, лодок или чего-либо еще, и уничтожить собственную экономику. Вот такой тезис, который состоит. Это он странный, но он странный тезис, это странная логика, но это логика и все знаете. Но на примере Украины это уже сработало. И очень-очень-очень важно, потому что если ты ушел с подлоща или от него отказался, то есть принял дары, а сам отказываешься от ответного уничтожения, то есть украинцы, кавказцы, какой-то другой народ приняли дары, и теперь они должны либо уничтожить себя в рабство, либо еще что-то. Замечательное оправдание всего того, что происходит как бы в России. Что это вот такой хитрый, несознательный шаг на госпособность. Кстати, я бы выразил по поводу того, что кто-то что-то обязан. Ну это обязан. Этого нет, кстати, в полночи. В полночи есть только односторонние движения. Нет, нет. Полночи – это система ритуальных действий, лечащиеся реками. Как вот эта ситуация не полночи, как я там раньше-то еще про него называл. Кулы. Да, кукулы, да. Когда у тебя коммуникация между различными островами, она была следующим образом. Браслеты, жерель. Да, браслеты, жерель, медные тазики. И ты ходил, принимал дар от одних, потом этот медный тазик дарил другим. Или там браслеты, или жерель, золото. И вот так по кругу островов действовали. Нет, жерель отбились по часовой стрелке, а эти против часовой. А жерель были мужскими, а браслеты... И они не могли народу жить в порядок. То есть, с одной стороны, казалось бы, что люди менялись. Там, ожерелье на браслеты или что-либо еще. Но это было ожерелье не обмена не с целью выгоды, да? А с целью того, чтобы пеняться. С целью было социальное взаимоотношение. То есть, некая иерархия в этом кругу островов. Но это другое, я могу сказать. Да. Нет, он... Подлощи не имеют отношения. Нет, подлощи он имеет то же самое отношение, что подлощи это не единственное, когда вышел сумасшедший, самый богатый племен, и уничтожил все свои лодки. Тем самым он показал остальным свою крутизну. Нет. Это система социальной. Никто не требует ответной реакции. Нет, 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 нет. Именно. С системой подлощи нет такого. Именно. Есть там каждосторонние движения. С системой подлощи. Если кто-то другой хочет сказать, что он типа круче, вот тогда он должен... То лучше знаком с североамеликанскими индейцами. Я или ты? Я. Почему ты? Я прочитал то же самое, что ты прочитал. Возьми петь. Нет, ну это надо Марсель Мосс. А что, есть что-то другое? Конечно, есть цена книги. Марсель Мосс. Может, его есть? Марсель Мосс, эссе о Даре. Это может быть. То, что я прочитал, это нарушение именно на этом. То есть повышается авторитет. Мне не больше всего нравится социально не видно, что Википедия стал таким великим авторитетом, что если там что-то написано, то уже слово в сторону не скажи. Нет, ну, по крайней мере. Тем не менее, вот это... Говорить можно все, что угодно. По этой точки зрения, по этой точки зрения, разное и все. И все, и не все, кто был приглашен на полкночь, а потом вот этого самого человека опять пригласят, и устроят его присутствует, часть перепадет ему, безусловно, а часть перепадет ему, а часть будет просто имущество опять уничтожено. Вот в таком кругу каждая свадьба, каждые похороны, каждое какое-то событие, отмечается после того или иного члена премии. При этом они залезают в долги, ну, уничтожают всю свою собственность, вот в какой-то прекрасный день. Вот. И ты на самом деле, ты как хубик кукула, одно премия не может прерывать вот этот круг там из десятков островов, по которым путешествуют то ли тазики, то ли браслеты с ожерельем, то ли чуть-чуть. Ну, естественно, не может, потому что если оно не будет делать то же самое, то оно просто будет уничтожено. Это не означает, что оно обязано делать, оно это делает в силу того, что... Здесь логика примерно та же самая, что общение, если ты принимаешь за каждое государство за племя, каждый народ, то они тоже оказываются в этом самом круге потлаща, как круги кулы. Вот они сидят и обязаны после этого отдариться. То есть, и ты ни в коем случае не можешь вот прийти на эту штуку, закапать имущество, что считается чрезвычайно позорным, и сам сбежать с этим имуществом, а потом радоваться жизни. Ты не можешь вот этого сделать. Нет, почему? Ты можешь прекрасно это сделать. Потому что нет факт, что ты выживешь в некотором списке после этого. Ты можешь прекрасно забрать все эти шубы, уйти и жить себе спокойно. Ну, вот не можешь. Ты не будешь крутым. Ну, быть может. А для того, чтобы тебе быть крутым, тебе нужно будет на следующий год, грубо говоря, собрать в два раза больше шуб и тоже их уничтожить. Нет, речь идет даже, по-моему, в Википедии об уничтожении племени, нарушившего ритуал. Да. Те жалейшее оскорбление – это отказаться от приглашения, не прийти. Еще хуже, приняв это приглашение, уйти до завершения потлаща. Да, вот это три. Что и сделала, собственно, Украина, и что лишило ее всяческих сил, а Россия наделила их полнотой. Да. Крым ожали – это легкое. Это специальная логика. Если мы действительно строим некую логику коллективного бессознательного, то логика коллективного бессознательного может остаться на таких принципах. Они с точки зрения рационального мыслящего человека выглядят странно и дико, но, тем не менее, они есть. Это некие архетипы коллективного бессознательного, закрепленные миллионами лет. Но не миллионами, это опять будет история. История Украина 50 тысяч лет. Попелись, а. Не зря говорит, что с точки зрения рационального, что это было бы дико, не дико. Не дико, да, ну ладно. Не, ну сейчас мы переводим это все, вернее, было это переведено. Вот попытка понять происходящее у нас, вот это замыщение собственности, которое шло 20 лет, как некий подлощ. И полагается, что многие страны, например, понимают, что это был подлощ, должны совершить нечто подобное. А другие не понимают, они думают, что здесь это грабнокравленное происходит. В общем, они просто живут не в этой парадигме. Да, не в этой парадигме. А потому что где-то в Полинезии какие-то племена совершают, так сказать, свои ритуалы, не означает, что остальные племена на том же материке должны им подчиняться? Да, совершенно не означает. Пришли какие-то белые люди, оказывается, то ли в куле, то ли в полночи, что-то от этого получили, но блин, с одной стороны на жеребо, сами идиоты, золотые. На самом деле здесь не все так просто. Даже если взять обычную нашу жизнь, если ты переходишь на свадьбу или куда-нибудь, ну приглашают тебя на день рождения, то все равно остается чувство, на самом деле, что вроде как бы надо что-то встречное сделать. И даже тебе ничего не говорят об этом, и нет никакого там претензий, и все равно ты это чувствуешь. Так что подло чего-то сильно сидит. Это не такая вещь, от которого можно взять... Да, это взаимоотношения. Вот они, обмен вот этими самими маленькими подарками. Вот, например, в Германии, я сейчас узнал, что пять лет назад 75% книг покупались в дах. То есть это подарок. Человек брал и их дарил. То есть, и вот Бадыряв, когда пишет, обо всем прочем, он говорит, что мир захлеблен, захламлен знаками социальных отношений. Когда у тебя автомобиль, Мерседес, допустим, или книжка какая-то, там, того же Джорджа Батая, изданная в хорошем издании, она является всего лишь попыткой человека вступить другим человеком в определенном социальные отношения. Но сама книжка и сам автомобиль, не важно. Вот книжка, когда придется одному, потому что не будет читать Джорджа Батая, эта книжка тому не нужна. Это просто вот некий сувенир. Вот это знак, что ты ему чем-то этим хочешь сказать, этой книжкой Джорджа Батая, которую купил и подарил. То есть вот это архетептическая форма общения. Да, форма общения. Я наблюдал такую же замечательную вещь, ее всесторонне исследовал, на уровне форма аквариумистов. Люди там меняли рыбу, и возраст не раздавали, еще что-то. И потом с интересом было ясно, понятно, что они делают не для того, чтобы навариться, или потому что кому-то деньги нужны, что-нибудь. Они таким образом вступали в социальные взаимоотношения, приглашали себе гости, говорили о рыбках, каким-то еще с другими людьми. С другими такими же аквариумистами. Ну, Игорь, это немного другая тема. А вот если говорить о теме кредита, то есть некого рода, когда человек делает безвозмездно, совершенно по своей личной сайтире, никто не преднуждает какой-то кредит, доверие, знание. Что-то оказывает какие-то услуги другому человеку. Никогда нельзя думать, на самом деле, что это все можно оставить безответного. Да, к сожалению. Это всегда так. К сожалению. Всегда так, на самом деле. Так устроен мир. Ничего не бывает, как ковчика бесплатна. И это все, в общем-то, понимают. Поэтому, как бы, ты можешь... Бывают действительно такие уроды, которые делают определенного рода знаки внимания, какие-то там, что-то дают, что-то еще много людей, они это дело направляют в выгоду и не одариваются. Потом, надо сказать, что это... Чем это не обмен, опять-таки. Да. Что это не обмен, он не филалентный, ни в коем случае. Да. Там все широко. Это, как вы здесь, я люблю анекдот с этой точки зрения, говорить, что новых два двоя... Не филалент, в смысле третьего. Не филалент для каждого... Нет. Вот два русских идут, значит, и в салон автомобиля, один сопровождает второго, и идут покупать один автомобиль. Ну, тот говорит, ну, хорошо, заверните мне эти два мерседеса джипа. Второй спрашивает, слушай, а второй этот зачем? Алло, чувак, ты меня вчера кофе угощал? То есть он меняет мерседес купленный, но чашку кофе. Ну, зато для одного чашки кофе цена для другого. Ты император, расскажи, когда он пришел покупать на рынок. А, это про Чингисхану? Да. Это когда послы пришли к Чингисхану, послы, точные купцы пришли, он их всех себе пригласил, и их спросили, значит, что это будет? Они говорят, вот это такая вещь, она так долго стоит, что-либо еще. Чингисхана этих купцов обезглавил, по-моему, не помню, обезглавил. И вещи не все забрал себе. А другие, которые просто сказали, о, мы приходим к тебе, царь царей, потому что ты приносишь всю нашу собственность и себя тебе в дар, и клавиум все тебе отдает. И он Чингисхана на следующий день отдал там, то ли в пятеро, то ли в десять раз больше. И они уехали. Одни, как по форме голов, обрубленный тулович, остались здесь, а вторые уехали. Да, вот это как бы обмен в плюс, а вот если теперь подумать то же самое в минус, то есть пришли бы эти послы перед Чингисханом и сказали, вот мы можем уничтожить вот так вот. И тогда Чингисхан как бы должен был бы в ответ, ну как бы, в той же симметрии уничтожить, или больше, или столько же. То есть французская социологическая школа, она пыталась проверить ту известную штуку, что обмен у нас происходит из-за выгоды. Обмен, как в круге кулы, происходит из-за чего? Из-за попытки содержать социальные взаимоотношения. Как и этот, в поле, в общем, он решает две фундаментальные задачи. Первое, он решает задачу социальных взаимоотношений, то есть люди ходят там по ярке, по какой-то, друг к другу. А второе, он постоянно, для того, чтобы сохранить социальную структуру общества, он постоянно занимается уничтожением избыточного продукта. У тебя в обществе возникает обычный продукт, но для того, чтобы дровосек был дровосеком, охотником был охотником, а не алкоголиком окол своего костра. У тебя не должен быть возрастать социальный продукт. Вождь был вождем. Иначе неравенство, разделение. Структура, структура, неравенство, которое существовало в обществе, один охотник, второй этот, если у тебя будет избывочный продукт, она будет разрушена. Вождь перестанет быть вождем, если все вокруг будут богаты. И вот так далее. Вот я, когда говорили о школьной математике, мы же эту штуку пытались придумать у нас, помнишь, в этой самой яркой, как в обществе избыточный интеллектуальный продукт начинать. То есть, детишек, или кого-либо еще слишком умных. Как их собирать и уничтожать? Для того, чтобы социальная структура, чтобы Янукович со своим батоном или кто-либо еще, их дети, могла воспроизводиться заново и заново. Там 50 тысяч лет, да? Вот мы вот этим вопросом занимались. Это вот такая штука. Вот это. И эта вот штука очень глубокая, она архетипичная. Ведь я хочу обратить внимание, что сами по себе, когда ты человека начинаешь меняться с выгодой, то ты включаешь человека из круга кулы. Ты становишься и он для тебя становится практически врагом. Жена делает те же самые услуги, то есть, сексуальные, моете посуду, чтобы они носков, бесплатно, в отличие от проститутки или посудомойки кто-либо еще. Социальный уровень жены, социальный авторитет гораздо выше, чем у проститутки. В любом обществе там. Потому что там, где у тебя начинают торговли с выгодой, ты проиграл. И здесь у тебя здесь... А почему у меня за это выгодой опять же обмен? То есть обмен, что называется, своих... что же намоют посуду, она меняет на свой социальный статус. Ну, можно, да. Можно. Это называется хитрый еврейский вывод. Поэтому этих репетишек-то евреев-то так вообще-то и не любят. Почему? Потому что они в структуру круга кулы, обмена перстнями и чем-либо еще, вели в ситуацию выгоды. Это же вообще была ужасная ситуация. У тебя в натуральное хозяйство он соткал холст, представляешь, да? Соткал сам холст, жена его соткала, а он там что-то к этому сделал. И вот такое же. Они все одно и то же продукт проводят. Вопрос... А если ты будешь к этому относиться так же спокойно, как это самое, то опять... То опять хитрый еврейский. Не надо придавать этому обмену просто определенного... Еще раз. ...определенного статуса. Две семьи соткали полотенца у одного свастика, вот эта красненькая, а у других какой-нибудь зелененький цветочек. Они с потребительской точки зрения. Они ничего не значат между собой. Не значат. Они одинаковые. Можно придать значим. Ты их не можешь обменять. Но вот происходит целый ритуал, и вот они обмениваются фактически вот этими самыми кусками хлеба, которые обращают эти птички. На каждой на своем вот этом рушнике, на своем полотенце. И они меняются. В этом есть смысл. Смысл вот этого обмена здесь одинаковыми полотенцами с разным орнаментом между двумя семьями состоит в их социальных отношениях. Как я меняю... Жидко на водоросы. Правильно. Если ты этому не передаешь смысл обогащения, а если я, грубо говоря, но, сделав его другим узором, придаю... Меняю на два полотенца? Нет, нет. Меняю на такое же полотенце на другое, но придаю этому смысл обогащения, что я обогатился. Это уже совсем другая ситуация. Другая, другая. Я согласен. Хотя это уже полотенце. А бывают гады, бывают гады, которые... Я не говорю про увеличение там объемов или ничего. Которые взяли, принесли одно полотенце, а потом и ход человек настал свое полотенце тащить со своим орнаментом. Там они и не принесли. Это вообще ужас кошмарный. С точки зрения традиционного сознания это было все равно. Вот Женя предлагает нам модель, когда русские взяли, там, последнюю рубашку, там, себя раздали, все время станки по 200-300 тысяч долларов на металл он распилили, все советские инструментальные заводы... А русский своих не понял. Нет. А пришли... А окружающие общества их все понимают. А пришел хатчик, пришел хатчик какой-нибудь, ну, по имени, это не просто скромнение имя, или кто-либо еще. И он полагает, а, глупые русские, сейчас я труду себя, ты-ты-ты-ты-ты-ты, там, чебуречную открою в этих цехах, или что-нибудь еще, а ты, блин, какое счастье. И весь такой, весь довольный, врушника, который тут русские бабы нашили, весь такой, весь сиди там, кокошник, пококошник у каждой жены, станок, который на металлолом сдал. Мы как к нему отнесемся? Да плохо мы к нему отнесемся. Это означает, что он... Нет, пока подлость не закончена, никак не отнесемся. Если он будет отнесен, это означает, что он прописал себе один из самых тяжких происшествий. Но это происходит... На полное уничтожение, либо на то, что он и его два или три поколения будут отданы рабству. Вот такая логика коллективного бессознательного. Да. Странная, дикая логика коллективного бессознательного. Да, да. Тот, который... Причем важно... Но не тех, к кому... Причем важно заметить, что воздаяние произойдет только после завершения потлача. Да. И лишь в одном случае, если племя отказалось от приглашения на потлач, будет война. Или, что еще хуже произошло, племя, принявшее приглашение, ушло до завершения потлача на другой потлач, как произошло с Украиной. В результате они потеряли свою государственность, по сути, уже. Ну вот, теперь, вот к чему хотелось бы вернуться? Значит, к концу Советского Союза. К концу Советского Союза, в 89-90-91 год, у нас была альтернатива. Или избыточный продукт спалить в гражданской войне с многочисленными жертвами, или устроить потлач. Потлач. Вот. И чаша весов колебала где-то до 93-го года. И здесь интересна как раз вот дата начала запуска этого потлача. Посмотрите, если кто этим интересуется. Об этом очень хорошо говорит Борис Кагарлицкий. Ну там, набрать их себе в ютубе. Борис Кагарлицкий, октябрь 19-го года. Вот. У него там около часа сообщения, и потом ответы на вопросы. И он там четко прямо, если пользоваться моделью, если признавать, что происходящая потлачь, то Борис Кагарлицкий там в совершенстве описывает его запуск в 93-м году. То есть жертвы 93-го года были, во-первых, не случайны, во-вторых, они были не напрасны. Вот. Только благодаря им наши любимые элиты приняли решение не повышать цены на услуги естественных монополий для граждан. Это и было, собственно, запуском потлача. И вот. Ну, посмотрите. Теперь, далее. Вот сейчас вот интересно, значит, происходит гражданская война, гражданские войны в Сирии. Начинается гражданская война на Украине. И если пользоваться моделью Жоржа Батая, то получается так. Гражданская война заканчивается не тогда, когда... Это вот мы сейчас вот эту ветку рассматриваем. То есть, нашу альтернативу 89-го, 93-го года. То есть, когда не был еще возможен перевес как в ту, так и в другую сторону. Гражданская война заканчивается не тогда, когда, условно, красные победили белых. И не тогда, когда... Как в России. Или не тогда, когда белые победили красных. И не тогда, когда стороны пришли к примирению, как это было в Таджикистане. Во всех вот рассмотренных случаях, там, Таджикистан, Россия, Китай, вот, гражданские войны заканчивались ровно в тот момент, как прекращалась полностью уходясь на деятельность. То есть, по сути, были разрушены все основания. До основания. Да, но вот гражданская война, например, США, он совсем даже, прямо скажем, обратный. Обратный, да? Ничего-то не было основания до разрушения. Не, ну... А северяне чувствовали себя чудесно. Ну, это англосаксы, я русский... Ну, наверняка, можно поковыряться во всех остальных местах, где тоже не все было до основания. Вот, и сейчас, как, лидеры Донецкой Республики, они говорят, вот, нам наша задача сохранить, можно просто им рекомендацию дать, за которую они с удовольствием голову оторвут. Значит, для того, чтобы завершить гражданскую войну, как они утверждают, что мы сохраним имущество, что мы не позволим народное рушить. Вообще, для того, чтобы эта гражданская война быстрее закончилась, надо как можно больше избыточного продукта уничтожить. Мы, русские, сейчас уничтожаем его, и завершение потлача состоится в форме аварийного выведения из эксплуатации систем теплоснабжения всех российских городов. Вот. А в Украине сейчас происходит гражданская война, и она будет длиться ровно столько, сколько необходимо для уничтожения всего избыточного накопленного продукта. Значит, цель русских была коллективного бессознательного русских в период с 89-го до 93-го года. Уничтожить как можно больше избыточного продукта в ритуале потлача, и с той целью, ну, понятно, что страна у нас огромная, и одновременно эта потлач закончиться не может на всех территориях. Вот. Но максимально насколько это возможно, чтобы все события завершения потлача происходили в сжатые сроки, это раз. И во-вторых, на возможную гражданскую войну, чтобы у нас осталось имущество, ну, на полчаса гражданской войны, или там на неделю. Вот. Вот таким вот образом. То есть, что мы в результате имеем? И начав, запустив в 93-м году, а может, в 17-м? Нет, а потом же накопление очередной цикл был. Да. Ну, все. Вот там к 23-му году все провозы лежали кверху колесими. То есть, сначала был подлощ, а потом накопление пошло на цикл? Потом накопление пошло, да? Сейчас нового цикла полноча, а потом опять накопление? А потом, да, накопление пойдет, по всей видимости. Ну, не только, скорее всего, еще нечто другое произойдет. Более интересное. все-таки 20-й, более интересное. Ну, предполагается, да, вот если... Чтобы что-то накопить, надо накоплять, правильно? Так, это все-таки... Не, чтобы что-то накопить заново, перейти на новые... Мы же теперь, если мы останемся, нас не будут связывать никакие формы. Если будет все имущество уничтожено, образованность сохранится, культурные коды русские сохранятся. Это вот как раз к вопросу, я задавал предыдущему докладчику, что есть Россия без элиты и без денег. Он говорит, ничто. Нет, остается наша коллективная и бессознательная, остается наши умершие, остается доблесть, вот, и это более серьезный и весомый ресурс, чем эти деньги, эта элита вшивая. А теперь, значит, дальше. Ну, такая вот рабочая модель. Если бы мы не уничтожали в потлаче этот избыточный продукт, мы бы его уничтожили в гражданской войне, еще и с гигантскими потерями в силу огромного объема накопленного избыточного продукта, который перестал направляться на развитие в конце СССР, а его расширению, экспансии территориальной был положен предел американской мощи, вот, то если бы это все разрядилось в виде гражданской войны, мы бы имели, ну, по сути, геноцид, ну, массы народов, в том числе, возможно, и русского. То есть, вот 20 лет транжирим, ни черта не делаем, и все никак потратить не можем. Представляете, сколько ярости могло бы разрядиться, если бы мы избрали вот такое вот направление. А мы избрали относительно этого. А можно вопрос, что за ценности мы создали, что мы сейчас отбазали? материальные ценности. Материальные ценности. Материальные ценности. Да. Огромные. То есть, что угодно там. Но только надо, если действительно... Инфраструктурные объекты. Это раз, потом... Транспортные... Нет, сегодня мы относимся к этой ситуации как действительно к подлачью, а не как к тому, что это глупые русские по каким-то внутренним причинам решили раздать все свое имущество, сдать с тонким металлом, все какое прочее, а потом, на всякий случай, себя берут еще сказками о каком-то подлаче. утешение. это просто есть безумие вот некоторое, которое тут указывает на то, что все-таки не бессильнее. В этом есть присутствует подлачь, возможно, да. Потому что уж слишком как-то явно там все это делалось. Ну, я не знаю. На самом деле, если ты посмотришь на нынешнюю ситуацию в окно в Петербурге и выглянешь, то никакого разрушения накопленного не произошло. Более того, за 20 лет, особенно за последние 10-15 путинской стабильности было настолько материальной собственности создало. Это же сколько никогда в истории Петербурга не создавалось. Не, ну, это говорит только об одном, что жители Петербурга и Москвы это гости Потлача, да. Они принадлежат, но очевидно, что и как Москва, так и отчасти Питер себя считают не Россией, остальную Россию за мхадышами, да, то, по всей видимости, это просто гости Потлача. Ну, да, похоже. Рано или поздно москачам и Питер... Отличались некоторые города, например, в городе, и понимая, что у них ситуация как в Петербурге. У них действительно такая была несчастная, богом забытая дырка в советские времена. И какой сейчас красивый город в весь цветах с лифтами, панорамами, ездящими по небоскребам в торговых центрах. Ну, весь видом на город над памятниками от реставрации. Вот, ну, поехали дальше. Теперь, очевидно, для ритуала Потлача необходимы приглашенные гости, то есть на какой территории происходит Потлача. Туда следуют соседние племена, со своими вождями. Вот, ну, здесь вот Сразия у нас. Вот, здесь все в Кавказ. Ну, а здесь в Украине, Белоруссия. Вот. Для ритуала Потлача необходима временность пребывания гостей на территории, где племя осуществляет Потлач. Ну, и теперь посмотрим, когда и если будут выведены эксплуатации системы теплоснабжения российских городов, из городов будут два типа потоков исходящих. Значит, первое это автохтоны, а второе это гости. Причем, гости поделятся на две части. Одни поедут домой, а второе? Одни, в силу, да, в силу осознания того факта, что все-таки ребята, мы были гостями, поедут к себе домой. То есть, стрелочки все изменятся. Вернее, отчасти. И лишь меньшая часть самых отмороженных поедут туда, где тепло и светло. Ну, по всей виду, Москву и Питер. Ну, и, наверное, когда их накопится достаточное количество, реализуется вариант, который вот на этом месте предлагал Василий Павлов. То есть, отряд 2,5 тысячи боевиков может удерживать неограниченное время территорию Санкт-Петербурга, ну, а чуть побольше отряд, там, 3-4 тысячи территорию Москвы, и выкурить их оттуда до разрушения всех строений в городе будет невозможно. Пример Сирии это нам демонстрирует. Ну, и сейчас Славянск, Краматорск. Все разрушается. А, ну, если еще вернуться к украинским событиям, тут вот будем смотреть, как все это будет происходить. по всей видимости, Донецк или Луганск в этот отопительный сезон войдут с выведенными из эксплуатации системами цеплоснабжения в результате диверсий. то есть в Донецке, по-моему, 1 миллион 200 тысяч, да? Ну, меньше миллиона, там еще Макеевка, общая автобус. В Луганске, да, в Луганске 400 тысяч. В Луганске 700, Луганске 700. Наиболее очевидно 700 луганской, да? В Донецке номерации 2 миллиона 200 тысяч. То есть если мы сейчас, вот, если в этом году, я предполагаю, что на территории России первым городом с аварийно выведенными эксплуатацией системами цеплоснабжения будет Тверь, ну, в силу крайней уязвимости и ее топология у нас специфическая, о ее структуре я рассказывать не буду, потому что могут правосеки прознать про это и вывести из эксплуатации системы цеплоснабжения в Твери. Ну, с Донецком и Луганском они, наверное, справятся. Вот. Значит, и мы сможем, наверное, ну, конечно, это все очень плохо, но, по крайней мере, пока тепло, и, может быть, там, на Юго-Западе посмотрят и, ну, скорее всего, и Стрелков, и Бородай, они предполагают, что так будет. Вот. Готовьтесь к Донецке и Луганске, наверное, к холодной зиме. Ну, а мы здесь будем наблюдать свое, а мы, на их примере, будем видеть свое ближайшее будущее, и, а наши администраторы и руководители российские, региональные, федеральные, смогут на них, как на модели, отработать и придумать способы локализации и сокращения жертв при неизбежном выведении из эксплуатации аварийным систем теплоснабжения во всех российских городах в краткие сроки. Вот, теперь, далее, в силу того, здесь Игорь сейчас будет возражать, потому что мы вместе считали, в силу того, что выведение из эксплуатации большого количества систем теплоснабжения российских городов будет происходить в сжатые сроки и что-либо сделать уже невозможно вообще, то цена восстановления будет умопомрачительной, вот, я в частной беседе с Василием Павловым, он, помимо прочего, еще и служил в МФС на Дальнем Востоке и участвовал в восстановлении Ленгска, или, по крайней мере, хорошо знает об этом. Вот, Василий утверждает, что аварийно-восстановительные работы будут в десятки раз дороже плановых, плановых, да. То есть, легче снести и заново построить? Легче, да, легче горы, города снести и заново построить, да. Вот, теперь, и... Поэтому я хочу заметить сразу же, что, например, снести Тверь для Московского строительного комплекса это правое дело. Не, ну, только Тверь. Не, ну, Тверь, скорее всего, останется единственным городом, который продолжит свое существование, как ни странно, потому что Тверь, по всей видимости, будет городом первым с выведенной из эксплуатации системы типа снабжения. и все силы федеральной власти будут брошены на Тверь, там, белком, все будет установлено. Это где-то 8 миллионов квадратных метров жилья. Ну, это 20 метров на человек. Да, 20 метров на человек. Это прилично. Да, это, наверное, меньше. Меньше, да. Вот. Это мощность строительного комплекса Московской области годовая. Они иногда больше десяти иногда делают. Не, ну, это тогда в Москве ничего строиться не будет. в Московской области. Да, вообще, это будет так. я могу сказать, что у них еще есть такой запас мощности, реально, то они могут их два раза больше. Да, просто на всех не хватит, правильно, вот это же? На всех не хватит, да, на всех не хватит. То есть, восстановление, восстановление, восстановление городов, если его тоже, опять же, ставить цель произвести в короткий срок, ну, будет, я не знаю, как, ну, так, предполагаю, там, 3-5 триллионов долларов, может быть, больше. В силу отсутствия таких средств, и в случае, если кто-то поставит цель восстановить города все, и будет ее преследовать, эту цель, жестко, и она может быть достигнута только ценой геноцида всего русского народа. Ну, то есть, замена денег на кровь и пот, создание трудовой армии, переход на пайки, и так далее. Я думаю, нет. Ну, мы же бы даже смотрели, что погадом, но будет... Ну, 100 миллионов, да, ну, вся трудная промышленность мира пускает, там, около 100 миллионов тонн. Ну, что сами, ты вон, Сочи были? Ну, как нифиг делать? Ну, у нас, Сочи напряглась и страна. А тут таких статей будет. Ну, так, нет, и так ламурно не надо ни стадионов, ни горы, ни эмиркинских... Нет, ну, вот здесь как раз, вот, я предлагаю сообществу задуматься, тем более здесь философы, задуматься вот о чем. Что это и восстанавливать? Стоит ли вообще восстанавливать? Не находится ли сейчас все человечество и не является ли русской коллективной и бессознательной настолько разумным и прозорливым, что, запустив в 93-м году потлащ, оно предполагало, что мир находится на грани новой технологической революции. и технологической, а что важнее, социальной. Для него всегда важно старую структуру, в том числе социальную, разрушить быстренько. Да, быстренько разрушить. И в том числе яручную структуру, потому что новом обществе она как бы не нужна, потому что кому бы не нужно большое количество карет, когда появился автомобиль. Ну, здесь и важно, что за месяц? В 17-м году мы это сделали, но не получилось. Ничего не поменялось, на самом деле. как-то не поменялось. Ну, сознание, так сказать, часто говорят. Ну, давайте дальше поедем, потому что время нам уже уезжать. Да, вам уже уезжать, да, поехали. Ну, скажи, что-нибудь. Вот, теперь далее. Значит, по поводу развития. А, ну, вот, значит, и поэтому я предлагаю любого, кто предложит восстанавливать, расстреливать, да, потому что это все, это эквивалентно призывы к геноциду русского народа. Да, именно так. Ну, то есть, ценой? А почему? Так, накоплять ты как вам в новом цикле накопления, как он случится? Ну, подождите, сейчас. Вот, теперь, то есть, у нас альтернатива, какая минута, у нас альтернатива теперь какая? Первая часть высказывания моего любимого. Если русские останутся в городах, то они погибнут, причем, независимо, вот даже если бы, если у нас системы сопряжения будут в идеальном состоянии, были бы, то русские и так, если останутся в городах, через 2-3 поколения будут замещены чурками. Ну, прошу прощения. Ну, все как? Приезжими. А, приезжими, да, нас просто не будет. Вот, здесь сколько вообще это, вот на всех на нас количество детей? Это сколько? Ноль. У всех ноль. Да. Ну, как-то, да. Через 2-3 поколения все присутствующие, да, и нам, мы серовесники, 44 года, да, всем, по-моему. У тебя 43, по-моему, да, Лешка? А, милли 30. плюс-минус, плюс-минус. Вот, то есть, представляете, да, через 2-3 поколения, ну, я-то так полагаю, это последствия и результат городского образа жизни, который не располагает, я не говорю, ну, грубо, к размножению, а нежелаемый детям своим, предполагаемым, своей судьбы, да, горожанина. Ну, и вот, и поэтому, даже если бы все было хорошо, нас все равно через 2-3 поколения не станет. На чем я остановился во время этого, когда кончился этот повес? Да, разрушать, не знаю, что ли? А, да, значит, поэтому, мое любимое это, я уже давно об этом думаю, но год целый, значит, если русские останутся в городах, то они погибнут, вернее, так неправильно говорить, ну, я как русский, если русские останутся в городах, то мы погибнем. Теперь, второе, если русские вернутся в деревню, то погибнут тоже. Почему? Потому что для условий деревни подойдут сообщества бодрых, румяных, крепышей, вооруженных берданками. То есть, это три множества. Значит, вот это множество бодрых, вот это множество румяных, вот это множество крепышей, ну, а вот это вот множество вооруженных берданками. То есть, это всего лишь Ну так, пересечения Это 2-3 миллиона человек всего Таким образом, у нас нет места ни в деревнях, ни в городах Это не что иное, как состояние парения духа истории Или там по-другому Это там, во-первых, там, где и когда Содержание обретает форму Существование встречается с бытием Или, проще говоря, действие в состоянии отчаяния То есть, если мы, уйдя из городов Вот так вот Окажемся в деревне, то нам кирдык Мы должны, уйдя из городов, попасть не в деревню А по пути из городов в деревню Ну, реально-то в деревню будет Попасть куда-то еще Да, да Обрести новую форму социальности Но именно так происходило вот Там, длинный какой? Длинный 16-й век, да? Ну вот, когда в Европе черте что творилось Вот Когда, собственно, и европейская архаика и традиция Выделила из себя логос А европейцы, благодаря, там, этой бойне 30-летней войны Войны, как раз в которой Декарт участвовал Декарт же он логос создал западноевропейский Вот, а благодаря этому То есть, как раз тогда западноевропейцы Над территорией Западной Европы парил дух истории тот самый И благодаря этому эти западноевропейцы получили Право на культурное доминирование в мире А все мы, все остальные Вынуждены были заимствовать их формы Ну, насильственно, как вот Китай и Индия Оказавшиеся порабощенными англичанами Или русские Оказавшиеся порабощенными своей элитой Которая по необходимости становилась русофобской То есть, значит, западноевропейцы Они, у них было как содержание, так и формы А все остальные у них заимствовали только формы Вот, собственно, причину, почему нам здесь Почему, откуда это вот культурное Ну, и смотри, по истории получается все проще Еще до тридцатилетней войны Да, еще раньше В 17 веке, да, все-таки было А не в 16 Нет, продлинный 16 век Ну, вот в 17 То есть, а ее глобально, как можно сказать, полночь Смутное время присутствовало на Вуси То есть, он его опережал Опережал в войну Достаточно сильно, лет на 50 Так получается Не, ну а потом что сделал А потом у нас расколы И это При Алексею Михайловичу утопили гусли, гудки Ну, национальную одежду Ну, вот тогда там То есть, мы были лишены 16-летняя война, вот она тогда шла И мы были лишены своей архаики Ну, это, да, это интересно все Ну, то есть, как бы все нормально Вернее, это даже не то, что интересно, это важно То есть, как бы получается С исторической точки зрения был Полночь того, которого вообще никто не видал Потому что ни гражданская война, ни это Считается, ни нынешняя ситуация По количеству жертв и уничтожений Не могла сравниться с мутным временем Там больше было, да? Конечно, там людей ели же где-то Ну, по всей Кстати, интересный момент, что вот сейчас же есть Все, мы уехали Крестьяне, которые Ну, у нас поезд сейчас 40 Которые верят в... Ровно за час доедем, Игорь? Ну, за час-то разъедем Ну, нужно идти, ходить, там, еще чего-то Ну, я просто расскажу Просто старцы считают, и многие отмечают, да, что Грядут какие-то потрясения И что надо уходить из городов То есть, буквально, в смысле Уходить из городов Это один из главных сейчас Таких, не лозунгов, как вот Одно из главных пророчеств Таких, да, что надо всем уходить из городов Всем уходить из городов Я уже не знаю, откуда Северпелис это стартует Об этом знают, да, как бы Но они что-то предвидят, да Они говорят, что масса в вас горит, а Санкт-Петербург это было Да А, и теперь самое главное Пока, это самое главное Значит, теперь Тем, кто уверен Что Путин не устоит Вот, исходя из Ну, моего простения Батая Могу смело утверждать Значит, кто есть Путин Путин есть вождь племени, осуществляющего Подлащ Подлащ Вот, и в силу этого Он, исполнив свою миссию Завершив ее Окажется в еще Большем сиянии своей славы То есть, все мы это пройдем От начала и до конца Вместе с нашим президентом Вот, ну и на этом все И мы уезжаем Путин неуязвим В городах Вачный Подлащ Путин неуязвим Путин неуязвим